В августе одесская мэрия попыталась воспрепятствовать реализации в Одессе закона о декоммунизации. Были созваны общественные слушания, где мэрия попыталась вернуть одесским улицам старые названия, которые были убраны с карты города облгосадминистрации во исполнение закона о декоммунизации. Однако тогда слушания были сорваны одесскими активистами. 16 декабря планируется вторая попытка мэрии отменить декоммунизацию. Активисты предупреждают, это не просто заигрывание с пророссийским электоратом, это может иметь далеко идущие последствия. Если инициатива мэрии и ее историк от опонимической комиссии получат одобрение на общественных слушаниях, с карты города могут исчезнуть упоминания о павших в АТО одесситах, уроженцах региона, которые вели национально-свободительную борьбу в начале 20 века, и наоборот, вернутся коммунистические названия. И мэрия это делает не только ради потакания своему электрату, который все еще видит себя вместе с Россией и с теплотой вспоминает колбасу по 2.20. В то время, когда отвлекается сознание и опять разделяется, пытаются разделить наше общество гражданское, они воруют, они продолжают воровать, они отвлекают сознание одесситов, скажем так, работая над своим электральным полем. Возникает логичный вопрос, куда смотрит СБУ, чем оно занимается, если сегодня откровенно пытаются остановить, пытаются заморозить имперское сознание таким образом, тем самым дестабилизируя гражданское общество в Одессе. Эти действия имеют знаки не того, что недобалости службы, а имеют знаки злочину, потому что в том числе складовая война есть информационная война. И информационно, идеологично сегодня действия мэра Одессы имеют знаки злочину, потому что игноруется всеукраинское, блокируется решение, блокируется выполнение закону Украины. Новые слушания по обратному переименованию переименованных в рамках декоммунизации одесских улиц назначены на 16 декабря в 16.00 в помещении Приморской районной администрации. Активисты предлагают одесситам приходить пораньше, к 14.00. Настоящих патриотов Одессы и Украины больше, утверждают общественники. Труханов любит зараз хизоваться тем, что у него очень высокая поддержка среди одесситов за соцопитыванием. Но какая может быть у него серьезная поддержка, если на сессии в его поддержку завозятся автобусы коммунальники, очень часто нетверзого выглядеть, узнятые из объекта. Такими диями, спротив декоммунизации, он только ближе к тот час, когда повторит как минимум долю Януковича. Я закликаю людей, всіх одесситов, которым небайдужа доля міста, прийти завтра на громадские слушания, показать, что себе представляет місто. Мы, как одесситы, мы, как украинцы, не маем допустить спропреваншу пророссийских сил, потому что это все делается для того, чтобы подготовить фундамент для будущей оккупации нашего края, нашего города. Поэтому мы не можем позволить в любом случае никаких спропристабилизации нашего города. Реванш пророссийских сил, который олицетворяет Труханов, допустить нельзя, утверждают активисты. А для этого надо в том числе и поменять состав историко-топонимической комиссии, которая сегодня состоит из людей с сомнительными приоритетами. И это одна из актуальных задач на сегодня для всего патриотического сообщества города.